Мисс Джейн Нил встретилась со своим создателем ранним воскресным утром в день благодарения. Это стало для всех большой неожиданностью. Смерть мисс Нил не была естественной, если только не считать, что все происходящее совершается в соответствии с неким планом свыше. Если так, то Джейн Нил на протяжении всех своих 76 лет шла к этому последнему мгновению, когда смерть настигла ее в великолепном кленовом лесу на окраине деревни Три Сосны. Она упала, раскинув руки и ноги в стороны, словно хотела сделать ангела в ярких шуршащих листьях. Старший инспектор Арман Гамаш из Квебекской полиции опустился на колени, которые при этом издали звук, похожий на выстрел из охотничьего ружья. Его большие выразительные руки замерли над крохотной капелькой крови, запятнавшей ворсистый кардиган Джейн, как будто Гамаш хотел, подобно волшебнику, залечить рану и вернуть женщину к жизни. Но это было ему не по силам. Не было у него такого дара. К счастью, он обладал другими талантами. Он наклонился над телом и в нос ему ударил запах нафталина, запах духов его бабушки. Ласковые и добрые глаза Джейн смотрели на него с удивлением. А он с удивлением смотрел на нее. Это была его маленькая тайна. Нет, нет, он никогда прежде не видел эту женщину. Дело не в этом. Его маленькая тайна состояла в том, что в 55 лет на вершине долгой и теперь явно застопорившейся карьеры Насильственная смерть все еще продолжала удивлять его. Это было странно для главы отдела по расследованию убийств и, возможно, составляло одну из причин, по которой он не поднялся выше по служебной лестнице в циничном мире полиции. Гамаш всегда надеялся, что кто-то ошибся, и никакого мертвого тела нет. Но, глядя на холодеющее тело Мисс Нил, ошибиться было нельзя. Поднявшись на ноги с помощью инспектора Бавуара, Мисс Нил, ошибиться было нельзя.